Псалом 125 Веселиям уста были полны, Господь явил свое величие. Каждый нам тогда говорил, Великое Господь вам сотворил. Каждый вам тогда говорил, Великое Господь вам сотворил. Чудо нам явил, пленников возвратил, С плачем сеявшим радость подарил. Чудо нам явил, пленников возвратил, С плачем сеявшим радость подарил. Когда возвращал Господь плен Сиона, Мы были, как бы, видевшие во сне. Веселиям уста были полны, Господь явил свое величие. Каждый нам тогда говорил, Великое Господь вам сотворил. Чудо нам явил, пленников возвратил, С плачем сеявшим радость подарил. Чудо нам явил, пленников возвратил, С плачем сеявшим радость подарил. Чудо нам явил, пленников возвратил. С плачем сеявшим радость подарил. Радость подарил. Радость подарил. Аминь. Это я спел Слово Божие. Я думаю, что, в принципе, мое основное служение, оно в том и состоит, чтобы брать Слово Божие, положить его на музыку или класть, как правильно по-русски, и петь Слово Божие людям. Потому что, когда ты поешь Слово Божие, музыка, она быстрее проникает в сердца. Поэтому, я думаю, неспроста апостол Павел в двух посланиях пишет о том, чтобы мы назидали самих себя. В Ефесянам он пишет псалмами и песнопениями. А в Колоссянам он пишет, чтобы Слово Христово вселялось в вас обильно. Научайте друг друга псалмами и песнопениями. Поэтому, очень большая часть моего творчества, она, в принципе, состоит из псалмов или из Слова Божьего, которое я просто беру, допустим, «Великие и чудные». Это песнь Моисея и Агнца. Я думаю, что в этом и есть, наверное, та сила, которую я черпаю. И тот успех, я не боюсь этого слова, потому что я езжу по всему миру. Когда-то, когда я играл рок-н-ролл, я мечтал ездить по всему миру, конечно. Мечтал ездить и показывать всем, ну, наверное, свою музыку, свое творчество. Слава Богу, все это в прошлом. Я сейчас стараюсь не мечтать о себе, мне просто это неинтересно. Но я просто восхищаюсь, когда я вижу, как люди наполняются Духом Святым и какие перемены с ними потом происходят. Вот это я желаю всем музыкантам. Просто поймите, что ты можешь реализоваться только тогда, когда ты полностью находишься в послушании Духу Божьему. Тогда Бог откроет в тебе все твои таланты, все твои дары и даст их возможность вложить. И вот, находясь в Израиле, у меня всегда есть такое слово ко всем служителям, которые здесь живут. Вы знаете, сейчас слово написано «вышло с Сиона», «выйдет с Сиона», слово «спасение», слово «спасение», да? Поэтому я призываю всех проповедников, музыкантов, особенно музыкантов, потому что действительно музыка, она пленяет сердца людей. Особенно, конечно, если эта музыка сыграна в Духе Святом. Вот я просто призываю, даже вызовом бросаю. Иисус Иешуа, когда он уходил с этой земли, он сказал кому? Стояли ученики, это были именно евреи, он сказал «идите и научите все народы». Я знаю, что те люди, такие как мои друзья, вот Саша Ройтман, Ури Горен, вот, они начали ездить, они ездят по миру и поют Слово Божие, поют еврейские песни, и через это очень сильно действует Дух Божий, пленяя сердца людей в послушании Иисусу Христу, Иешуа Гаммашех. Поэтому мое послание, мой месседж для всех живущих здесь, пожалуйста, все, кто обладает такими дарами, как проповедник или музыкант, или лучше, когда и то, и другое вместе совмещается, вот, идите по всему миру и научите. Тем более, что евангелизация последнего времени, я абсолютно уверен, это подтверждает Писание, потому что в 14 главе Откровений там написано, что летел ангел по небу, который имел вечное Евангелие, и он говорил людям, живущим на земле, убойтесь Бога, воздайте Ему славу и поклонитесь сотворившему небо и землю, и так далее. Поэтому я думаю, что евангелизация последнего времени, она будет в основном построена на хвале и поклонении живому Богу. Поэтому скиния Давида будет восстановлена, а в скинии Давида, вы знаете, 24 часа в сутки шло прославление и поклонение. Поэтому шалом, желаю всем вам мира, любви. Конечно, я сам живу в Украине, и я просто прошу вас, как людей, которые, естественно, любят, любят Бога, значит, любят своих братьев и сестер, которые живут в Украине. Поэтому, пожалуйста, молитесь за Украину, молитесь, чтобы война закончилась, чтобы люди перестали друг друга убивать. Я об этом молюсь постоянно. Вообще, это самое противоестественное для человека, убивать себе подобных. Поэтому, да будет мир в Иерусалиме, да будет мир в Украине. Всего доброго, все, что было в моем сердце, я сказал. И пусть Господь в любви и мира хранит вас и наполняет вас своим духом. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»